У нас с вами сегодня презентация диалекты русского языка. Вот я сделала такую картинку, вот это вот, если мы представим себе, какой язык, его структура, язык, он никогда не бывает монолитным. Он всегда состоит из каких-то компонентов, как вот здесь, да, у нас с вами картинка, и есть вот эти вот маленькие фрагменты, из которых состоит язык. Так же, как и итальянский язык, русский язык состоит из нескольких таких вот уровней, из нескольких уровней. У нас есть с вами национальный русский язык, это весь язык национальный, да. Национальный он стал не с самого начала, это перед этим большой период, когда была территория не очень объединена, да, не было национального... Андрея, вы опоздали и теперь сели перед девушками, да. Да, хорошо. Вот. И так вот, национальный русский язык. Был период, когда он не был национальным, да. Были много языков, много диалектов, и национальный язык он начинает постепенно формироваться, только со временем, когда у нации начинает работать менталитет, что мы одна нация, да. И сейчас у нас национальный русский язык. Первый, кто зафиксировал как национальную ступень развития языка, кто был русский поэт? Пушкин, да. Да, на национальном насловии это была как фиксация, первая фиксация такая комплексная, всего национального русского языка, которым был микс всех его элементов. Так вот, национальный русский язык, у него есть компоненты. Это у нас с вами литературный вариант. Литературный вариант – это кодифицированный вид русского языка. Кодификация – это когда есть норма. Норма, она тоже формируется со временем, и со временем она может меняться. Сейчас норма А, потом мы видим конкуренцию с вариантом Б, люди так говорят. Потом они альтернативно становятся на одном уровне, да, и потом вариант нормы Б становится больше в русском языке, и вот эта норма, она становится кодифицирована. То есть у нас постоянно есть движение именно в составе норм, в составе кодифицированных правил и так далее. Вот, и, конечно, литературный язык – это такая ступень, стадия языка, с которой работали писатели и ораторы, то есть более или менее специалисты, которые понимают, что в языке можно брать, что в языке можно не брать. Вот, значит, есть у нас с вами фрагмент литературного варианта. Еще у нас есть разговорная речь. Разговорная речь, она тоже не монолитна, у нас есть разные стили. И так, как мы говорим с вами, да, так, как мы говорим, например, с мамой, бабушкой, дедушкой, папой, и так, как мы говорим в университете, это разный вариант разговорной речи. И так, как говорят, например, молодые люди, молодежный сленг, тоже разговорная речь, она немножко другая. Это как полудиалект плюс-минус, потому что больше это как нормированная речь. Она близка к литературному языку по своей базе, потому что она использует кодифицированный вид языка, и плюс какой-то элементы ненормативного языка. И теперь у нас есть два диалекта в структуре, так, крупные группы. Социальные диалекты – это диалекты, которые формируются на стадии социума. Это может быть какая-то профессия, да, например, я думаю, у нас есть в школе какой-то учительский диалект, может быть, да, какие-то слова мы используем только друг с другом, своим друзьям. Я буду, например, говорить по-другому, да. Я, мы скажу друзьям, винительный падеж, а в школе мы используем, например, аккузатив, да. То есть такой тоже вариант, как диалекта. Она, этот социальный диалект, его иногда называют жаргоном. В нем основная, базовая русская лексика плюс х. Этот х – это именно какие-то элементы литературного языка, диалекта. И этот социальный диалект функционирует всегда в интересах какой-то группы людей. Это может быть профессионалы, это может быть какой-то возраст группы и так далее. Например, язык IT-специалистов, язык молодых людей 80-90-х годов. И социальные диалекты, они имеют в своей базе норму, грамматику, синтаксис, да, они имеют варианты в лексике. Что такое территориальный диалект? Здесь у нас с вами уже территория функционирует, и территориальные диалекты, перспективы, могут быть нормальными языками. Они могут в любой момент стать сформированием нового языка, и часто они в своей структуре имеют не только специальную лексику, но еще синтаксис, морфологию и еще что-нибудь. То есть это такое, как своя система. И почему у нас они функционируют по-другому? Потому что они локализованы на другой территории. Когда у нас другая локализованная территория, там может формироваться все, что угодно. И что это формируется, сейчас посмотрим. Вот. Вообще территориальные диалекты, это такая сложная структура, они, каждый диалект мог стать языком. Абсолютно каждый диалект мог стать языком. Например, давно, очень давно, русский, украинский, белорусский, это были, смотрите, у нас такая система. Сначала у нас был общеславянский, да, когда славяне проживали на одной территории. У них был общий язык. После этого они начали идти в разные территории. На разные территории у нас появился западнославянский, южнославянский и восточнославянский. На одном этапе это тоже были диалекты этого языка. Потом эти диалекты разошлись еще на диалекты. Да, и в определенное время русский, белорусский, украинский были тоже диалектами одного восточнославянского языка в период, когда они только стали жить на разных территориях. А потом эти территориальные диалекты, они сформировали свою систему, более или менее похожую, потому что это одна группа языков. У нас есть много элементов, которые аналогичны, похожи или такие же, и много элементов уже не похожих, потому что территория была другая, и время тоже было другое, и со временем что-то пошло по-другому, и из-за этого сформировался уже полноценный язык. Диалекты – это всегда бесписьменная форма языка. У них нету как таковой литературу, у этих диалектов. Из-за этого у них есть как какой-то плюс, так и какой-то минус. Минус в том, что если это бесписьменное, мы не можем зафиксировать, и это передается из уст в уста. То есть один человек говорит, и второй это слушает, потом следующим своим внукам, детям и так далее, не через книги, а через то, как люди говорят. И этот язык, он обычно ограниченно, лимитирован исторически сформировавшейся территорией. Вот они туда ушли, потом прошел какой-то народ, группа людей ушла на другую территорию, здесь были две локальные группы, в этой группе сформировался один диалект, а это был другой. И разные стадии произошли. Как я уже говорила, это специфика, это фонетика, грамматика, лексика и синтакси, то есть потенциально это как другой язык может интерпретироваться. И когда мы изучаем, смотрим на диалекты, мы можем говорить об исторических фактах в этом языке, от которого он отделился. Например, мы потом с вами посмотрим, сейчас в диалектах, например, в новгородских диалектах и еще каких-то других диалектах находят формы старого-старого русского языка, потому что этот диалект, у него была своя территория в тот момент, когда язык, например, был восточнославянский какого-то периода, или русский язык 13, 15, 16, 17 веков. И поэтому там консервируются какие-то элементы архаические старого языка. В 1914 году на самом деле интерес к диалектам появился в 30-40-х годах 19 века. В 30-40-х годах 19 века. Но это были отдельные ученые, которые собирали материал, его обрабатывали, да, и потом издавали свою работу в виде словарей. Но помимо такой работы еще была создана специальная диалектологическая комиссия, которая составила диалектологическую карту русского языка в Европе. Это был 1914 год, самое начало 20 века. И вот на этой карте ученые, да, они сказали, что русский, украинский и белорусский, это диалекты одного языка. Иногда это очень трудно разделить, это язык или это диалект. Потому что в диалектах свой синтаксис, морфология, другая лексика. То есть вот видите, даже в 1914 году не было как статуса нормального, самостоятельного и нормального, а именно самостоятельного языка. Их ценили как диалекты одного, потому что похоже, синтаксис, ну, чем-то отличается, морфология. Но вот статусу не было как у диалектов. Позже, через 50 лет, была сделана еще одна классификация. Диалектологическая карта русского языка была составлена в результате этой работы. И была создана, была проведена большая диалектологическая экспедиция. И составляли атлас диалектов русского языка. Вот сейчас вот эта карта, она уже более или менее актуальна, как на тот момент решили. Потом пришли к выводу, да, что так оно и есть. И да, это на самом деле диалекты. Работу начали в 1938 году, потом был перерыв в этой работе, и потом ее снова начали, возобновили с 1947 года. Вот здесь у нас была пауза по понятно какой причине, да. Здесь у нас была Вторая мировая война, да, вы видите по датам. Поэтому было трудно заниматься наукой, и работа комиссии диалектологической была остановлена на этот период. Как они работали? Они работали в поле. Кто знает, что такое поле? Это университеты, но они... В экспедиции, да, да, да. Это как у нас термин для работы обычно студентов-филологов и ученых-филологов-лингвистов-диалектологов на территории, когда они едут в деревню, в какое-то маленькое место, поселок, и работают с информантами. Как они работают с информантами? Тогда, я думаю, еще диктофонов не было, поэтому все, конечно же, записывалось. У диалектологов есть список вопросов, на которые отвечают информанты, бабушки, дедушки, которые консервируют в себе вот этот вот диалект лучше, чем молодежь, да. И они им задавали вопросы и конспектировали это. И в результате этих конспектов, этих записей, были сделаны выводы по морфологии, синтаксису, фонетике и так далее. То есть это как работа в поле. Ученые, экспедиция посетила 4200 мест, и в результате посещения этих мест сделали вывод о том, что существует три наречия, да, или как диалекта. Вы знаете слово речь, речь, да, речь знаете, да. Наречие, да, понятное дело, это как диалект, только говорят слово речь. И в результате этих экспедиций и результатов анализа этих данных очень много диалектов, да. Вы видите тут на карте есть такие как фрагменты, такие как территории этих диалектов. Вот эти границы, они проводятся в результате анализа материала, да. То есть здесь материал у нас идентичный, здесь плюс-минус идентичный, но с частью этого материала. И так мы делаем границу какого-то региона, где существует тот или иной диалект. Но все эти диалекты, они группируются в три наречия, в три больших наречия. Северная, южная, да, северная, южная и среднерусская, потому что находятся посередине севера и юга. И у этих диалектов, у них свои какие-то черты. И также есть у нас другие группы говоров, которые более маленькие, да, но они являются частью чего-то большего. Вот, и была вот составлена вот такая вот карта. Давайте посмотрим дальше. Вот у нас северная наречия. Кто был в Новгороде? В Новгороде кто был? Все спят. Так, были, были, да. Вот смотрите, в Новгороде это как северные говоры, да, там существует специфичный новгородский диалект. Новгородский диалект, у него есть своя специфика. Эти новгородцы, им присущи, им характерны окни. Вот мы на первых уроках учим вас тому, что в русском языке есть редукция. Вода, а не вода, да, молоко, а не молоко. Но в северном наречии у нас оканье. Оконье это когда говорят о, нет редукции. Они говорят вода, молоко, окно, да, и так далее. То есть люди окают. Например, вы знаете, как аджиктивы. Молодая, красивая, да, что еще может быть? Светлая, и, ну, и так далее, да. И в этих говорах нет я, йота. Молода жена, красивая, например, девушка, да. Он не делает работу, он делает работу. Делает работу, да. Новую квартиру, не новую квартиру, а новую квартиру. Вот этого йота в таких комбинациях ая, ае, ую и так далее, где есть йот. У нас нет, у нас й, между софт-консонантами, да, под акцентом и перед акцентом. Например, в лисе, да, на самом деле там в лесу, да, верю, вместо верю, да, билет и так далее. Ну, да, билет, вот окони, да, тоже. У нас есть сестра, сестра, когда мы говорим э, э мы говорим. Но в северном наречии здесь тоже о, да, здесь будет сестра, сестра. Они как бы, получается здесь как йо, да, как двойной акцент, потому что мы привыкли, что йо всегда под акцентом, да. Сестра и сёстра, да, свёкровь, свёкровь это, кто знает, свекровь, свекровь, свекровь это мама мужа, да, мама мужа. Это сложная система русских родственников в семье, да, свекровь там, заловка или ещё что-нибудь в этом роде. Вот она, свекровь, а здесь вёкровь, а здесь наоборот. Если у нас есть бм, фанатики, то в этих говорах это наречие, это долгое м, аман, что такое может быть аман, обман, обман, да, или амен, обмен, да, экшченж, обмен. Ага, менять, обмен, субстантин, но здесь обмен, да, и уж кьюз, например, не дедушка, а дедушко. Дедушка, то есть как по второму склонению, с дедушком, не с дедушкой, да, то есть здесь вот получается, что дедушка, это мэйл, да, у нас, мы же говорим, дедушка по системе фемейл, да, идёт. Нет, здесь не идёт по системе фемейл с дедушком, да, как с отцом, да, с дедушком, но мы говорим с дедушкой. И вот это вот тоже элементы такие вот языка в тот момент, когда этот диалект стал как отдельным, separate, да, и вот он законсервировал себе систему фрагменты, старые системы языка, которые были иногда, да, потому что некоторая специфика, это только для этого диалекта, и для старого языка она не была характерна. Ну, давайте посмотрим, что Вологодский говор, деревня Шельмяшево, Шельмяшево, вот, это вот эта вот территория у нас с вами будет, вот. И нужно будет слушать, иногда русские тоже сложно понимают диалект, потому что фонетика, да, морфология чуть-чуть другая, но мы с вами попробуем посмотреть. Это вот этот вот северный регион, Новгород, Вологда, это всё идёт севернее. Ну, да, на севернее, севернее, а на севернее. Так. Сейчас, секундочку. Если честно, мне тоже самое немножко трудно это, понимаете, да, но здесь хотя бы хороший идёт звук, да, музыка, конечно, но есть ещё и звук. Давайте посмотрим ещё. А, нужен мне твой кот, да, что там? Да, нужен мне твой серый кот. Там что-то было, котяку или ещё что-то в этом роде. Повидала, поговорила. Слышали это? Приняли хорошо. Хорошо, хорошо, да. Не хорошо, а хорошо, она говорит. Давайте. Так, нагостилась, нагостилась я. Приняли хорошо. Слышали? Хорошо, да, при... Нагостилась я, нагостилась я, это слово гость, да, гость. Нагостилась я, везде о, да, хорошо. Ну, это ту фонетику, которую мы можем с вами слышать, там ещё морфология у неё немножко другая, да. Вот, но это мы не будем уже с вами разбирать. Так, это была у нас с вами северная территория. Иногда сложно понимать, да, то есть мне как носителю языка тоже сложно. Южно-русская наречия, это уже территория, которая у нас, ну, вы помните, да, по карте, это юг, юг России. Здесь уже аканье. Аканье, у нас было оканье, здесь аканье. Здесь уже система, которую мы с вами знаем, вода, молоко и так далее, да. И плюс ещё яканье, яканье, да, это когда у нас в северном было сёстре, сёстре, там ё было, да, околе. А здесь яканье, то есть вместо е говорят о, например, нясу, нясу, что это такое? Несу, нясу, да. Плясать, 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 танцевать. Да, то есть здесь у нас я, а должно быть е. Вяду, 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 ну, вместо я. Кто транзитивы знает? Транзитивы. Веду, веду, да, то есть здесь я, да, а в русском общем национальном языке здесь веду, не су, пле, плясать. Да, плясать, в общем, фонетика здесь будет у нас е. Плюс ко всему есть такое, как фрикативное г. У нас хорош, ну, например, галя, да, г, да, а это фрикативное г, как галя, г, г. Вот это вот нога, что такое нога? Нога, да, и если дженитив, плюрал, по идее ног, да, здесь у нас ног, ног. Друга, друга, это друга, да, друг, друга, да, то есть если у меня г, то это г, если у меня это к, да, ног, как в фонетике, то это х. Здесь нога, ног, друга, друг, да, и вот здесь нога, г, ног, и к, х, ног. Дженитив, сингуляр, у жене, у жене, по идее у нас жена, это форма у, у жены, да, здесь у жене с работе. Номинатив, плюрал, окна, да, а здесь окны, иногда это легче для вас, да, то, что эта система более или менее нормальная, но логичная, но нет. Акцент, да, акцент ставится на эндинг, в номинации, в плюра, волки, по идее это волки, волки, помните, кто это? Животное, да, воры, вор, это когда, у меня сразу, знаете, музыка из розовой пантеры, тадам, 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 когда идут люди в масках, вас нет дома, и они берут бриллианты, бриллианты, да, то есть у всех есть бриллианты, они берут бриллианты, да, это вор, они обычно воры, но на минации плюрал здесь воры, да, орехи, что такое орехи? Наци, да, орехи, ну, мы говорим орехи, да, но здесь акцент орехи, орехи, да, personal pronouns, genitive, оккузатив, датив, препозитив, у меня, да, у тебе, у себе, по идее у нас меняется в русской системе национального языка, у меня, у тебя, да, тебе, презитив о тебе, да, это не меняется, здесь нет, и мягкий, ть, он говорит, по идее, нет, он говорит, говорить, они несуть, да, они несут, они несуть, несуть, не суть, да, инфинитивы, несть, нести, то есть здесь у нас в национальном языке и, у них это мягкий знак, плесть, плести, идти, идти, да, идти, то есть мне кажется, что вот южная наречия, оно такое все мягкое, да, если северное наречие, оно такое северное, окно, да, еще что-то здесь, вяду, да, на жене, плесть, несть, то есть очень мягко все это дело происходит, да, и вот некоторые эти черты южного русского наречия, конечно, там близкая территория Украины, да, поэтому некоторые эти черты, они идут из-за близости с территорией украинской территории и украинского языка, и давайте тоже с вами послушаем бабушку, бабушку, да, это Рязанская область, это, видите, уже, да, центр России, да, вот бабушка, вот так вот делают диалектологи, они приходят в гости, чай, конфеты, печенье, бабушки могут рассказывать свою историю о том, когда они были молодыми, или бабушки рассказывают сказки, или бабушки поют песни, диалектологи это фиксируют, а потом анализируют фонетику, морфологию, лексику и так далее. Красилися чем? Красилися чем? Красилися, да, уже очень мягко. Понял? Щёки. Ну как, щёки как они? Ещё, ну да, отрежешь скипку Бурака, вот как щёки, опудрились мелом, тряпочку берёшь мягенькие мелом, а тогда тряпочку берёшь, мы скажем мягенькую, мягкую, мягкую, да, софт, да, она говорит, мягенькую, мягенькую, то есть, да, фонетика. Разве такая лампочка была? Жмурок горит, он как свечка, и не видно, мы ж красавица. Амбурак засох, а сахаром рядки ешь носили, сахарку в водичку, руки туда обмочил, и рядок лепишь, стоит, как у барана роги. Слышали, да, сейчас, у барана роги, роги, вот рога, да, у оленя ещё кого-то, мы говорим, рога, да, рога, рога, да, вот, вот так вот, вот такая вот замечательная бабушка, да, давайте дальше с вами пойдём. И среднерусские говоры, это обычно такой микс новгородской системы, ой, простите, северной системы говоров и южной системы говоров, тоже бабушка, вот, Тверская область. Дядькина Афтилина Арсеньевна. А с какого года? 28-го. Ага. 28-го, восьмого, то есть она говорит, не 28-го, а 28-го, да, она как. Расскажите про барки что-нибудь. А чего вот я могу сказать? А вы в школе учились уже? В той школе. В барковской. Ходили в школу? Уже не помню. Нет, в ту школу не ходили. Наверное, не ходила. Какая там? Наверное, не ходила, да, не ходила, ходила. Да, да, очень, ну, сложно, для этого нужно как специфику иметь, слушать, слушать эти говоры и уже говорить. Просто большая была, она деревянная была, шляжная. А про церковь скажите, её в каком году-то, вы её взорвали? Мы переехали сюда в 36-м году. А церковь уже была взорванной, наверное, потому что из неё возили льву... Возили. Да, не возили, возили. Ой, ну хорошо, ладно. Да, и так далее. Да, это территория Тверской области, то есть для этого есть специальные экспедиции, филологи записывают, анализируют, и тоже диалектологи, которые тоже делают определённый вывод. А сейчас у вас есть у всех вот такой вот лист. Я вам говорила, что сейчас мы слушали фонетику, да, потому что мы можем это услышать, а сейчас мы ещё чуть-чуть поработаем как с лексикой, потому что лексика в диалектах, она тоже может быть другой, да. Здесь у меня плюс ещё картинки есть, у вас картинок нет. Нет, у вас есть белочка, у вас есть белочка только. Но давайте сначала с вами посмотрим вот это вот, да, потому что это лексика, которую вы более или менее знаете, это лексика литературная, да, нормированная. Говорить. Знаем. Швабра. Швабры мы моем пол. Вот это швабра. Да, вот это вот швабра у нас своя. Дальше белка. Да, это вот это вот милое животное. Дальше майка. Майка, майка. Вот это вот, да? Да, вот это. Вот это? Налево, налево, налево. Куда налево, вот сюда? На моё лево. А, всё, поняла, поняла. Сейчас мы посмотрим, да. Сначала майка, да, вы поняли, что майка это вот эта вот одежда, да, как футболка, да, которая внизу. А мы тут не поменяли, да. Баклажан. Да, ленивая женщина. Ленивая, все помнят, да, что такое ленивая. Ага, ленивая. Так, ладно. Водолазка. Это вот эта вот одежда. Подъезд. Подъезд. Да, когда вы идёте в дверь, в первую дверь дома, вот это называется подъезд, где лестница. Это подъезд. Арбуз. Арбуз. Вот арбуз. Да, кафе. Кафе. Петух. Вот это петух. Маленький полиэтиленовый пакет. Вот тут маленький полиэтиленовый пакет, который плохо видно. Свёкла. Какой, в каком русском? Борщ. Борщ, да, в борще есть свёкла. Благодаря свёкле он красный. Тыква. Хэллоуин. Да, тыква Хэллоуин. Хорошо. Файл. Да, вот файл, куда материал вы кладёте. И мочалка. Мочалка, это вот это вот, да, тем, что моются в ванной. Такое как. Вот это вот, поняли, да? Хорошо. Это вот у нас эти слова, которые мы более или менее знаем. А теперь идут диалектизмы. И плюс один момент. Здесь больше. Здесь больше слов. То есть здесь диалектов меньше, чем этих слов, то что есть два экстра, которые не работают, никак не работают. Давайте бурак. Бурак или буряк. Так говорят на юге России. Что может быть бураком вот из этого списка? Свёкла. Так, хорошо, вы знаете, да? Свёкла. Свёкла у нас бурак или буряк. Почему он может быть буряк? Может быть, знаете? По-украински тоже бурак. Да, по-украински бурак. Бурак, это, я думаю, бурый цвет. Бурый цвет, вот как у Сабины, есть вот такой вот цвет, да? Это бурый называется. И бурак, он бурак, потому что он имеет вот этот вот цвет. Фиолетово-красный. Вот такой вот, как интенсивный. Виходка или виходка. Говорят на Сибири. Я из Сибири, но я не знаю, но я знаю, у нас коллеги на работе так говорят. Ну, нет, они не говорят, но они знают, что такое есть. Вот я не знала. Виходка, что может быть? Виходка. Давайте. Белка. Белка, нет. Подъезд? Нет, не подъезд. Нет. Так, ладно, давайте тогда потом оставим виходку. Маечка. В Сибири так говорят. Маечка. 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 Нет, это слишком легко. Это слишком легко. Мочалка. Нет, это не мочалка. Ну, давайте. Любой, любой вопрос. Любой арбуз? Нет, не арбуз. Баклажан. Нет, не баклажан. Ладно. Так, ну давайте тогда. Маечка. Смотрите, вот этот полиэтиленовый пакет, он по форме, в котором мы носим, да, по форме он напоминает, ну, здесь не очень напоминает, но по форме у него тоже есть вот эти вот части, да, и дальше как базовая часть. Вот это и есть маечка, полиэтиленовый пакет. В Санкт-Петербурге вы говорите, можно, пожалуйста, пакет. В Новосибирске я всегда буду говорить, можно маечку, можно маечку, да, то есть как маленькая вот эта вот майка, да, по форме. Дальше, кочет в Рязани, пиун. Вот как вы думаете, пиун, что это такое? Есть похожее слово, вы знаете? Пиун. Посмотрите, у, у, и какой может быть фонетический звук рядом? В, 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 у, в. Пивун, пивун, да, кочет, пивун. Что может быть? Кто здесь у нас поет? Петух, да, пиун, кочет, он уже говорит кукарику, да, кукарику кочет и пиун, потому что он поет. Мультифора в Сибири. Файл, 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 хорошо. Даша вам говорила, да, мы так любим иногда баловаться. Можно, пожалуйста, мультифору, никто не понимает. Не из Сибири, значит. Синенькие. Юг России. Давайте, что здесь? Синенькие. Какой базовый color цвет? Синий. Что здесь синее? Баклажаны, баклажаны, да. Они синенькие, потому что они синие. Так, Векша. Это новгородская территория, нижегородская. Есть Новгород, в котором вы были, да, посередине от Санкт-Петербурга до Москвы, а есть Нижний Новгород. Это на Волге, на юге. Нижний Новгород, Векша. Супер, да, это Велка. А как вы это делаете? У меня всегда на уроках вопрос, как Кера это делает? Так, хорошо. Векша, это Велка. Почему Векша, как вы догадались? Просто. Так, хорошо. Гутарить. Гутарить. Смотрите, какая это... Это наун или это верб, или это адверб, или что это? Гутарить. Гутарить. Говорить. Говорить, у нас один верб здесь и один верб здесь. Гутарить, говорить. Да, отлично. Горбуз. Горбуз на юге России, так говорят. Арбуз? Нет, это трики. Мочалка? Нет. Горбуз это арбуз? Нет, нет. Горбуз это не арбуз. Это тыква, да, вот горбуз это тыква. Для меня это тоже был сюрприз, когда мне сказали, что... Знаешь что? На юге России горбуз это не арбуз, а тыква. Это не вот это, это вот это вот. Очень смешно было, конечно. Чифанька. В Хабаровске так говорит. Чифанька. Нет. Я вчера, я вчера думала, пожалуйста, не надо забыть это слово. Это по-китайски. Да, все правильно. Это как по-китайски, да? То есть Хабаровск рядом с территорией, и у них много похожих слов. Вот, диалектизмов именно такого. Чифанька. Кафе, да. Браво, вы можете ехать в Хабаровск. Так, хорошо, давайте дальше. Теперь чуть-чуть Санкт-Петербург. Да, была сибирская сейчас тема, мультифора, да, там, маечка. Что еще у нас тут было из Сибири? Виходка, да, маечка и мультифора. А теперь Сибирь. Ой, простите, Санкт-Петербург. Бадлон. 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 Нет, не подъезд. Водолазка. Водолазка. Да, Бадлон это водолазка, да. И так говорят только в Санкт-Петербурге. Очень, да. Лентяйка. Черябинск, Архангельск. Ленивая женщина. Нет, это экстра было. Это было специально и экстра. Давайте подумаем, вот что из этого может брать ленивая женщина? Швабру. Швабру, да, потому что не надо мыть пол руками. Поэтому она ленивая, она моет ее шваброй. Швабры моют пол. Хорошо. И последняя парадная. Подъезд. Да. Бинго. Значит, парадная Санкт-Петербург. Это подъезд. Обычный подъезд, он такой скромный, знаете, просто лестница в Санкт-Петербурге. Вы видели эти подъезды? Такие большие, да. Это как парадные, потому что они красивые, такой как парад. И у нас еще одно стало с вами. Виходка. Майка. Нет, нет, не майка. Последняя. Это может быть ленивая женщина, да. Это может быть майка или это может быть мочалка. Мочалка, да, это мочалка. Я не знаю почему, но это, да, мочалка. Хорошо, давайте дальше пойдем. Сейчас как бы мы все понимаем, что диалекты, они имеют определенную ценность. Но на самом начале того, когда их начали изучать, диалект это ненормальная форма языка. Ненормальная форма языка. И она со временем умрет. Она не нужна нам. Она должна исчезнуть очень быстро. И причина, это была советская эпоха, и диалекты интерпретировались как буржуазное прошлое. И это все, что относится к буржуазии. В будущем для буржуазии нет места. Диалекты должны умереть. Это ненормальный язык. Поэтому нужно нормально говорить, если думаете о том, как думали эти люди. Но диалекты на самом деле это сложный, культурно ценный вариант языка. Это именно вариант бесписменного языка и очень ценен для нас. Он связан с историей языка в дописьменный период, когда у нас не было письменности. Поэтому он законсервировал в себе все эти элементы. И очень интересно, что диалекты они сохранились в условиях образования. Образование это education. То есть всегда передают нормативный, национальный, нормативный язык. Но при этом они сохранились. И, например, в начале изучения языков лингвисты думали, какой кошмар. Это такой ценный язык. У него нет письменности. Надо его быстро зафиксировать, иначе через какое-то время он умрет, этот язык. Но нет. Сейчас диалекты есть. Сейчас на диалектах говорят. И не так все, в принципе, для них смертельно, не до такой степени это все опасно. Конечно, они исчезают. Чем меньше носителей языка, тем как бы слабее становится язык. И вот, если есть носитель. Носитель языка. Вы знаете все глаголы носить, да? То есть я, я как носитель языка, вот у меня есть русский язык, я его ношу себе внутри. Как бы. Если есть носитель языка диалекта, диалект живет. Но вообще это как в любом языке. Если есть носитель языка, язык живой. Нет носителя языка, язык мертвый уже. Никто на нем не говорит. И диалект точно так же, как и обычный язык, он эволюционирует. У него своя система, только территориально лимитирована. И поэтому, знаете, это как сосуд, да? Как какая-то ваза, в которой идет процесс параллельный. И частично с проникновением внешних влияний. И особая природа диалектной нормы, она передается от родителей к детям. Мы говорим как из уст в уста. Уста это будет у нас как на церковно-славянском. Это род, да? То есть мы говорим и передается так диалект. И в нем сохранились архаичные элементы, как я уже говорила. Раньше, давно, система старого, старого, давно-давно, языка, она имела перфект, плюс к вам перфект. То есть для вас сейчас аспект. Аспект, да, какой кошмар. Но давно в системе русского языка был перфект, плюс к вам перфект и так далее. То есть была похожая система на европейские языки. Но в определенный момент эта система начала эволюционировать по-другому. И в системе русского языка у нас развился с вами аспект. А плюс к вам перфект, перфект больше не существует. Ну, как в латинском языке у вас. В латинском языке раньше был акузатив, инструменталь, да? Была система падежейки. Сейчас же нету ее, но зато она есть в русском языке и в других языках. Также они сохранили старые базы, старые формы слов. Иногда в русском языке нет этимологически сохранившейся базы слова. У нас просто есть какое-то развитое от этого слово. Но мы можем найти этимологически, исторически верную базу именно в диалекте. То, что он его законсервировал и сохранился. А в русском языке, кодифицированном, нормативном его может уже и не быть. И последнее такое. Про диалектологический атлас. Я уже про него начинала чуть-чуть говорить. Что вот интерес 30-40-х годов, да? И начали работу в 1938 году. И территория это центр европейской части СССР. Почему? Центральная часть России. Почему? До Урала, да? Почему именно эта территория была интересна диалектологам? Как вы думаете? До Урала. Давайте хотя бы одну версию. До Урала, да? Центральная европейская часть России была интересна диалектологам. Там собирали материал. Почему именно эта территория? Горы. Хорошо. Почему горы? Влияние. Да, то есть сначала славяне жили с территории до Урала сначала. Потом, когда были экспедиции Ермака, развитие Сибири, там уже стало заселение народа. Потому что на этой территории в 14-15 веке было формирование русского языка. И вот этот 14-15 век мог быть зафиксирован в одном из диалектов. Потому что в этот период формировался русский язык. И на этой территории это было интересно исследовать. Экспедиция в Сибирь была только в 16 веке. Разница большая, да? То есть вот здесь вот язык был более современный. И если мы в Сибири находим какие-то элементы русского языка, то они не позднее 16 века могут сохраниться. А вот здесь вот немножко раньше. Было 294 вопроса для информантов о фонетике, морфологии. Слушали сказки, песни, истории. И 50 лет собирали материал и потом его анализировали. В результате получился вот такой вот атлас, да? И 300 карт. Вот такие вот, да? Это один из... Это не один единственный. Много атласов, да? Есть специальные результаты, да? Зафиксированные в литературе, например, Архангельский говор или другие говоры. То есть есть еще более маленькие территории исследованные. И они тоже как бы производятся. Но это один из атласов, который можно посмотреть по диалектологии. Еще есть словари. И вот еще я вам говорила, что вот работа в поле, когда ездят к бабушкам и дедушкам в деревню. Да, вот так вот записывают, например, может, там диктофон где-то есть. И, ну, спрашивают у бабушек, у дедушек разные истории. И, может быть, даже потом бабушки и дедушки... Бабушки, вот, есть у них старые наряды, да? И девочки-студентки, если там хорошие, может быть, отношения бабушки, дают им попробовать надеть свои наряды. И такие экспедиции, они есть до сих пор в университетах на филологическом факультете. Обычно там первый, второй курс может быть дальше. Студенты-филологи, они ездят в поле, в поле, собирают материал, его анализируют, фиксируют и тоже выдают какие-то свои результаты. То есть это до сих пор актуальный материал. Вот, диалекты живут и тоже развиваются, да, каким-то своим путем. Вот, вот так вот. Вот, если нет вопросов, да, нет вопросов, отдыхайте. Спасибо, что пришли.